Будешь дружить с котом, все мои секреты твои. Они пытаются тебя довести на суд. Это не шутки, это уголовное преступление, понимаешь? Хочешь обсудить? Именно здесь я начинаю чувствовать вас. Красивые люди делают страшные вещи. Мяу. Мы рассказываем про некую сторону жизни, про которую еще никто не рассказывал. Или, может быть, рассказывали в каких-то других ключах, направлениях. Так живешь, и кажется, что, ну да, вот мы общаемся. Ну, вроде все друг друга манипулируют, и это нормально, и это как-то вообще известное понятие. Манипуляция. Конкретно что сделать, и как это вообще, чтобы тобой не проманипулировали, в нашем сериале будет рассказано. Не в тупик ли мы заходим, когда мы манипулируем друг другом, а не искренне выражаем то генетически заложенное в каждого человека ощущение чувства любви. Я помню, я тогда начала гуглить боевой НЛП, НЛП, технологии манипуляции, и была совершенно поражена тому, насколько это общее место, тому, насколько много на эту тему материала в общем доступе, в интернете, большие сообщества, в которых учат, как манипулировать друг другом. Количество людей, читающих литературу об НЛП, там, количество особенно парней, развивающих в себе этот талант и использующих его, да, в отношениях, ради, там, достижения, не знаю, постели или какой-то другой цели, огромны. Я ни разу не ходил, просто слышал, что есть такое. Мне это никогда не было интересно. Мне кажется, это все-таки путь не совсем правильный, это же все построено на какой-то нелюбви, какого-то несчастья, каких-то травм детских. У меня просто никогда не было такой проблемы, что я не могу пойти познакомиться с девушкой. А для кого-то это проблема, и кто-то эту проблему хочет решить. А когда на каждом углу рекламируют эти курсы пикапа, на втором свидании она тебе даст, или даже на первом, ну, конечно, ты пойдешь на рекламу. Выросло целое поколение мужчин, которые искренне убеждены, что пикап – это не абьюз, а игра. Зачем человеку заниматься этим осознанно? Самоутверждение и власть, извратить реальность другого человека, чтобы получить от него то, что нужно, без оценки последствий, без сочувствия. Если человек долгое время живет в манипуляции, он как бы теряет самого себя, он теряет свою собственную личность, он перестает различать границу, где здоровые отношения, а где нездоровые отношения. И вот эти нездоровые отношения перерастают для него в норму. Значит, он устраивает тебе качели, а ты его до сих пор не послала. Да. Я не понимаю, почему. На какие кнопки он нажимает. Все это основано на романе Анны Богинской. В этом, наверное, новый опыт, что я прочитала эту книгу «Жить жизнь». Подумала, как странно, что до сих пор не сняли такое кино, потому что всерьез о манипулятивных отношениях, об абьюзе так развернуто, никто в кино не говорил ни у нас, ни, пожалуй, на Западе. Даша читает много психологических книг, и она пришла ко мне с горящими глазами и сказала, что вот, это роман о том, как распознать манипулятора, о том, как не быть жертвой абьюза. До этого был «Медиатор», сейчас «Жить жизнь». Это всегда попытка докричаться, достучаться разными способами, насколько я способен достучаться до зрителя, до общества, сделать так, чтобы оно обратило, наконец, внимание на то, что оно ставит главным в своей жизни. Я хочу нормальных отношений. Для вас нормальные отношения – это смертная скука. А унижение, истерика – вот это любовь, да? Понимаете, вы очень долго жили в подмене понятий. И снова подсознательно выбираете себе человека, который не способен любить. А винися в этом себя. У меня в жизни был подобный опыт. Не такой профессиональный, конечно, скорее интуитивных манипуляций. Это такая странная штука, потому что ты как будто ходишь по кругу. Меня спасло понимание того, что я несчастлива. Как потом оказалось, что партнер мой тоже был несчастлив. Это очень долго происходило. Это такая изматывающая история, которая забирает энергию. Ты довольна собой? Сначала разрушила мой брак, потом критикуешь моих друзей, сейчас отбегаешь моего клиента. Я разрушила твой брак? Ты как думал? Этот сериал, мне кажется, очень важен тем, что мы можем не осознавать, где мы манипулируем. Просто у нас уже так сложена модель поведения. Чтобы добиться этого, нужно быть вот таким. По отношению ко мне манипулировали и не раз. Я это не сразу просекал. Это было, наверное, еще до 20 лет. В принципе, очень, как Влад по себе, наивный парень. То есть очень как бы верит всем. Это не было как-то продолжительно, специально. Возможно, это было неосознанно. Человек это делал неосознанно, но это происходило. Когда читала сценарий, я просто прочитала его сразу, за один раз, не отрываясь, погрузилась в их отношения и понимая, что какие-то сломленные внутри люди, и эти сломленные люди нашли друг друга. Мы регулярно, в общем, консультировались с Аней Богинской, которая читала сценарий на разных этапах, давала какие-то свои комментарии, в том числе с точки зрения психологии. Слава богу, что у нее не возникло к нам никаких нареканий, потому что этого мы, честно говоря, боялись. И Аня очень приятный, очень энергичный, яркий человек. У нас даже не было каких-то долгих обсуждений. Ей было очень важно, кто же исполнит главные роли, кто будет Аней, кто будет Матвеем, потому что героиню зовут Анна Богинская. То есть это практически такая биографическая история. Мне кажется, вы принадлежите к редкой породе женщин. Такая из любого мужчины может сделать миллионером. Внутри меня есть такой голос, который говорит, ты что, ты снимаешься в сериале по книге, и ты не общалась с прототипом? Но ознакомившись со сценарием, посмотрев несколько видео Анны, я поняла, что лучше будет сделать Анну через более художественный ход, отойти от реализма. Таким образом, мне кажется, это будет интересно и людям, которые читали книгу, и тем, кто не читали. У вас же не за красивые глаза меня приглашаете? Даже если и так, что в этом плохом. У меня не было сомнений, что главной героиней должна быть Люба Аксенова. При всем своем гигантском таланте Люба невероятная работяга. Ну то есть она каждый проект прорабатывает досконально. У нее есть тетрадочки, у нее есть такой подбор образов. Она все время выступает с какими-то предложениями. Да, хорошо. Все должно быть идеально. Более утонченно, когда ножки видно, вы не видите, поэтому я предполагаю, может быть... Я сейчас смотрю на все тело, вообще на всю жизнь. Я вообще стараюсь всегда участвовать в разработке персонажа. Здесь мне было очень важно, чтобы были определенные ткани летящие. Я хотела, чтобы у Анны были длинные рукава, чтобы был блеск. То есть это где-то золото, серебро, камни. Привет! Ну смотри, вот платье. А вот каблуки, которые неудобные. Зачем вы тут такие каблуки надели? Они неудобные. Нравятся тебе такие? У меня здесь есть замечательные корсеты, несколько. Есть один золотой, полукорсет, полутоп. Есть черный корсет, в флешбеке со Стасом он играет. Есть еще серый корсет. Мне очень нравится, что я снимаюсь в кимоно дома у Анны. Мы тоже говорили, что она вообще, скорее всего, поклонница японской культуры, китайской, индийской, возможно. Я где-то слышала такую фразу от актера, что прическа – это мозги персонажа. Для меня это прическа – это как предыстория персонажа. И здесь мне очень хотелось, чтобы был воздух в волосах, потому что мы говорили с Артемом, что Аня – это стихия, стихия воды, стихия ветра, огня. Она есть что-то натуральное, есть что-то природное. Почему я хотела, чтобы были длинные рукава? Мне видится она как птица, как чайка. Вот из всех этих деталей и собирается персонаж. Жизнь всегда знает, кто мы есть на самом деле и что нам нужно. Она заставляет понять нас это. Порой через боль, но без боли нет прозрения. Когда у проекта появился режиссер Артем Аксененко, это не первый опыт нашей совместной работы. Первый проект, на котором мы работали – это проект «Медиатор». Там, безусловно, тоже мы задеваем тему манипуляции. И эта тема интересна Артему для исследования. У меня практически в каждом проекте поднимается этот вопрос. Вообще присутствие любви, искренности, дружбы, честности и так далее. Говорить со зрителем на тему того, что мы куда-то катимся. А мне кажется, как режиссеру важно, благодаря такому инструменту, как кино, можно завести разговор на тему, куда же она пропала, эта любовь. Если тебя посадят, я отправлю за тобой в ссылку. Как же на декабристо. Мы стали обсуждать стилистику проекта, и у Артема возникла идея заката эпохи Возрождения. Это эпоха Возрождения, Ренессанса, когда люди вдруг решили, что главное – это красиво. Главное – это изображать дружбу, изображать любовь, изображать подвиг. Искренности в этом нет. Они как бы отделились от того истинного пути, по которому стоило бы идти. По сути, каждый персонаж в этой истории, кроме главной героини, как мне показалось, нужно было разложить, как раз через призму такого повествования эпохи Ренессанса. В этот момент, с точки зрения стиля кастинга, у кастинга всегда должен быть стиль, возникла идея. Опять же, она возникла вокруг Любы, как артистки. Нам кажется, что Люба обладает такой уникальной, абсолютной красотой. И хотелось, чтобы партнеры Любы в кадре тоже были очень красивыми. Усиленный эффект такого контраста, на котором красивые люди делают страшные вещи. Мне кажется, Матвей, я себе представляла именно так, как выглядит Рома Васильев. Я себе представляла, что он будет высокий, красивый и с таким внутренним мужским достоинством. А до этого я вас пробовала на черном сцене. Это отлично. Лучший партнер. Я чувствую, если честно, во многом стресс, наверное, из-за того, что меня утвердили за неделю до старта съемок. Как-то я себя очень неуверенно чувствовал, наверное, в первых сценах. Любовь. И. На коле. Рома сам по себе вызывает очень большое уважение. Я вот приветствую такое качество в людях, когда они стараются. Стараются не для того, чтобы понравиться, а стараются именно для дела. Он преодолевает возможные трудности, которые перед ним встают. Это видно. Человек, который умеет собрать волю в кулак и сделать. Ну, я имею в виду, не взначай такое. Мне просто надо прикасаться. Ты не обращай на это внимания. Нет, нет, нет. Нет? Не в туда? Это же другое. Я тебе говорю про два дна. Она видит вот это. Абсолютно без второго, третьего, четвертого, пятого слоя. Сейчас здесь ты только волнуешься о том, что происходит. С Любой у нас, во-первых, было очень много проб. Пять-шесть. И поэтому какие-то сцены мы репетировали. Но я понимаю, что у Любы своя кухня. У меня, видимо, своя кухня. Я понимаю, что здесь мы как-то немножечко отстранены. Наверное, чтобы что-то получилось, нам нужно быть раздельно. Немного. Давайте сначала. Люба очень хороший партнер. Даже когда снимается не ее крупный план, она всегда отыгрывает, как будто бы это ее крупный план. И вот это вот большая редкость. В кинематографе артисты вам на заветочку. Вот Люба не из таких. Она всегда поможет. Вот моя героиня много смеется. И если я там смеюсь, то Люба всегда как бы тоже смеется со мной. А не просто сидит и ждет, когда меня отснимут. Я же боюсь. Это не... Смотри, только это не животное. И это не дурочка. Я понимаю. Это восхищение. Я понимаю. Восхищение. Абсолютно. Надо выйти в точку все дальше и дальше. Проверим, Энстез. Упирайся носком. Тема, мой бровь еще по вышке. Офигенный, кстати, программист. Думал ехать в Сан-Франциско. На местные женщины не отпускают. Да, Тём? Когда я пробовал сногдаллную роль, мы пробовали с Любой. Я тогда уже понял, когда Люба просто пришла, что все. Ну, вот знаете, все. Химия. Химия. Не нужно ничего объяснять. Вот слово за слово, бац, и все. И все получается. А когда мы встретились уже на площадке в других ролях, я увидел рядом с ней ее тетрадку большую, где все записано. Просто каждая там реплика, разбор, на другой стороне описание персонажа. Я думаю, мой человек. Как хорошо, что ты никогда не спишь. Хорошо, что я вообще хороший. Идеальный друг. Я тоже не верю в дружбу между мужчиной и женщиной, потому что у меня тоже были какие-то истории из детства, когда я дружил с девушкой. И это было невзаимно, и я за ней ухаживал. Ее звали Наташа. Наташа, привет. Вот. И мы сейчас хорошо дружим, но, к сожалению, это было как бы не взаимно. Поэтому всегда, мне кажется, кто-то что-то скрывает. Либо одна, либо другая сторона. Я хочу, чтобы ты была моей. Только моей. Мой персонаж – это такое все время как бы напоминание, что все время она натыкается на одни и те же ситуации, и она вдруг осознает за счет вот этого прошлого опыта, что что-то с ней не так. Что она куда-то движется не в ту сторону. Это третий наш проект с Юрием Анатольевичем. Я очень хорошо отношусь к нему. Я знаю его семью. Он знает мою семью. Поэтому я всегда, конечно, когда прихожу на новый проект, я говорю, что может быть мы Юру поснимаем. И мне говорят, что да, да, конечно, мы рассмотрим его кандидатуру. Я так с фотографиями с его хожу, там номер телефона. Ну вот, снимаемся потом вместе. А есть такие объявления режиссеру на час? Срежиссирует какой-нибудь. Ну просто так. На час успеете, конечно. Очень быстро работает. Очень быстро. Ну, качество не так. Да, да, да. Быстрый. Или очень долгий. От трех часов. На сцену. Ну там гениально как бы. Плата берется от команды Мотов. В два с половиной месяца уже пытаемся минутный ролик записать. Никак не соберемся. Мне кажется, это о многом говорит. Просто начинаем, видимо, болтать. Вместо того, чтобы делать дело. Многие вещи здесь выписаны очень точно. Из ситуаций, в которые каждый, наверное, человек попадал и задавал себе вопрос, что со мной не так. То, с чем столкнулась наша героиня, с тем, что она осознала, что это повторяется из раза в раз. Что она уже такое видела. И именно это осознание дает ей возможность высвободиться от этого. Она начинает разбираться, что со мной не так. Почему она каждый раз берется за то, чтобы освободиться от этого и вдруг наталкивается еще на какую-то историю. Опять и опять наталкивается. И когда ей говорят, что там, типа, крошка, ты заблудилась. Тебя вводят за нос. Неужели ты не видишь? Это все просто. И она очень показательная. Мне очень нравится материал именно из-за этого, что она очень точно передает вот эти вот все истории. Так он же тебя обманывал всю дорогу. А я его. Что дальше? У нас есть такая фраза в сценарии. Это та игра, которая никогда не надоедает, потому что в ней всегда есть следующий уровень. Чем тоньше манипуляция, тем сложнее с ней обращаться. Это может быть очень интересно и весело. С другой стороны, это приводит большое количество людей к очень серьезным последствиям, вплоть до существа. Это просто разрушение жизни, поэтому об этом, конечно, важно говорить. Я создал этот клуб для того, чтобы объединить в нем лучших из лучших и идти дальше. Идти красивым и аутентичным, растворяя все уродство мира в своем величии. Отдельный бриллиант этого проекта это Даня Воробьев. Это артист, который каждый раз создает совершенно новый образ так, чтобы это было не похоже ни на одного, а другого персонажа, который Даня сыграл. Он все время придумывает для своих героев какие-то фишечки. Как-то всегда с тобой в диалоге на тему того, как он будет выглядеть, как он будет говорить. Он учился играть на пианино, принес в сценарий свои собственные стихии. Позволь украсить твои руки тихой россыпью фраз. Позволь на них заметить лень, пустынь, горы и техас. Мне кажется, если бы кого-нибудь другого поставили бы на эту роль, то он бы скатился в кринжатину какой-то, я серьезно. Тебя все сделаем. Не сосай, нормально, вот все. А Даня очень круто балансирует. Это персонаж такой, в рот ему заглядывать хочется, когда он играет. Я не знаю, что это за магия, как он делает такого персонажа абсолютно естественно. Я не смогу так. А он-то вот как-то наблюдение, опыт. Сколько ему? 57. Ты красавчик. И вот тут история. Только наоборот. Тут история. Чуть-чуть вперед по себе. Открой нож. Не-не, это влево. По себе, когда у меня сидишь. А, вот тут. Вот, да, вот. Даня довольно подробен в проявлении любую тему. Ренессанс, давай ренессанс. Средневековье, то же самое. Просто он настолько подробно подходит к роли, что плывают детали, которые ты даже, ну, как бы и думать не думал, что они могут возникнуть. То есть он докручивает персонажа, в частности, вот этого нашего Владислава, докручивает до точной степени трансляции максимальной. Пообещай, если мы вдруг с тобой встретимся вновь, что мы будем обождествлять друг друга при жизни, а не накладывать лучистые образы на остывающие горизонты наших уходящих жизней. Я не с вами. Это как хочешь. Он хамелеон, и он мастер перевоплощения, на самом деле. Я принес туда голос, потому что у него особенная манера говорить. Это работает на задачу. Он создает иллюзию особенностей, изысканности, где-то даже вычурный он. А если бы... А если... А если... А если... Я принес туда фортепиано. Этот герой играет на фортепиано. Каждое его появление – это перформ. То есть, в этом еще задача. И я принес в этого героя свою поэзию. Мне кажется, она отражает эту скуку по тишине и по... той духовной основе, которая теряется в этих бесконечно красивых костюмах сериала. И круто, и большое спасибо, что их вроде как одобрили. И это работает на смысл героя. Как будто все одно... Это накатанное... Это накатанное... Да, да. Сразу братья, типа... Шоу, типа, такое... Молодец, Даня, молодец. Ты Артёш-то? Я – нет. Меня просто подобрали. Давайте... Использует людей как инструмент. И тех, кого он учит манипуляции. И тех, кто оказывается жертвой манипуляции. Это человек, который не хочет брать на себя риски афериста из тиндера. И, по большому счету, воспитывает армию молодых парней своего такого оружия, которое будет эту функцию исполнять. А он остается весь в белом пальто. То чувство, когда оно мне принадлежит, чтобы я не делал. Чистый кайф. Ты заслужил переход. Ну что? Попробуем. Попробуем. Помимо всего прочего, мы с Артёмом привели сюда вертикаль с детьми. Этого не было в сценарии. Это тоже очень здорово работает на образ. Такие поступки надо освещать. Об этом надо говорить, Роман Викторович. Да ничего не надо освещать. Дети – это святые жизни. Пускай они растут свободными, самобытными и без названия. Но клуб – это всего лишь одна сторона Владислава, потому что у самого клуба и у этих заказов есть задача. Это помощь детям с синдромом ДЦП. Он считает, что контекст, в котором мы сейчас находимся, это все фейк. Общество настолько в киберодиночестве, настолько мы разобщены, что возникают эти явления. На этой практически дешевой манипуляции строится вся история Влада с клубом. Он продает эту вещь. А она достаточно примитивная. А ее покупают, потому что есть красивая обертка. Мы ведем прямой репортаж заброшенного здания. Говорят, тут водятся призраки. И наши великие продюсеры договорились с одним из призраков, чтобы сюда приехала съемочная группа. Сейчас призраки спят, но где-то издалека слышны плачи, крики, шумы. Меня зовут в кадре. Сначала за твоей спиной побежит ОМОН, тык, а потом там он не побежал. А это все отдельно с ОМОНом. Мы сейчас снимаем финал. И финал этот происходит вот в таком грандиозном месте. именно в таком. Именно в таком. Тихо, тихо, вот так, да. Ну, захлёстик. Очень хорошо, Ром, все получилось. У Артема есть уникальная штука. Он пытается во всем увидеть символ. Он пытается дотронуться до притчевых моментов, до таких понятий, как любовь абсолютного качества, как горе, падение, падение нравственности. Стилистика, которую мы выбрали. Закат эпохи возрождения, преувеличенная красота. Это, по большому счёту, такая серьёзная ловушка для производства в том смысле, что важно найти локации, которые отвечали бы этим характеристикам. И при этом очень хотелось, чтобы это были не заезженные локации, которых в Москве очень много, и попыток после содержанок снять роскошную жизнь было много. локации Такое пафосное место. Я специально его выбрала. Одна из самых ярких сцен в Караморе снималась на этой локации. И вот там, в той локации, где мы снимались сегодня, с балкона, я выбегал с пулемётом, и орал, я на сцене, чем я сам, вот как раз таки здесь. Сейчас играли сцену, как я вхожу, и на самом деле я сделал такую небольшую отсылочку, кто, кто, если кто-то присмотрится, тот поймёт, как я улыбнулся, глядя на балкон, потом посмотрел на вот эти вот колонны, которые там горгули, и прошёлся как по своему особняку. Приятно вспомнить. Ольга 1? Это наша? Ольга 1? Нет. Нет? Нет, вообще. Ольга 2? Да. Мы хотели создать такой неодномерный мир главной героини, в котором существовали её тяжёлые воспоминания, в котором переплетались события, и в котором мы показываем нелинейность времени, поэтому в кадре появлялись олени, животные. Происходила сложная авария, которая потом трансформируется, дождь трансформируется в душ и летнюю прогулку на катере. И это всегда, конечно, добавляет сложности производству. да. Как его зовут? Феодор. Феодор? Фёдор. 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 Я очень люблю животных, и самое моё яркое воспоминание – это присутствие оленя на площадке. У нас была сцена, в которой был живой олень. Я просто посижу, помолчу немножко, повспоминаю его, какой он был дивный. Меня это сильно впечатлило. Это были первые моё съёмки с оленем. Официально заявляю. И это был не человек. Блин, Федя, стой, мой родной. Ну, чего ты? Стой, Федя, стой, Федя, стой, Федя, стой! Хорошо. Ну, мы посмотрим, вот куда идем, просто вот так проходим все. И еще съемки с Навыксерфи. В одежду, я здесь рассказывал. Мы тренировались, обожаю свою работу за то, что есть возможность чему-то научиться новому. Казалось бы, да, к тебе приходят и говорят, слушай, надо научиться на Навыксерфе. Ты такой, опять чему-то новому учиться. Ну, давайте. Я вас люблю всех. С точки зрения актерского существования, это действительно, мне кажется, мог быть непростой для артистов проект, потому что там очень много полутонов, там очень много такого неочевидного и сыгранного и сделанного на втором плане. Я тот человек, который делает этому человеку максимально неудобно. Да, приготовились, давайте снимать. Это правда. Но все это ради кино. И вот это с теплотом. Наверное. И многие актеры, когда начали сниматься в проекте, они сначала шли по ощущению, а потом, когда уже мы поняли ритм повествования взаимоотношения, они такие, а, это вот та, а, это вот та, ну тогда ладно, пошло самолюбование. Ну и что? Как бы, да? Вообще, что там за мозгами стоит? Потому что это все, я в этом пространстве, я так живу. Поэтому я думаю, что для артистов это, безусловно, был непростой проект, особенно для Любы, которая практически каждую сцену была в кадре, потому что история рассказана ее глазами. Поначали кричим ням-ням-ням. Вот. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Он с удовольствием ее как-то. Все. Просто играй из кадра. Нет, ну так надо его, как будто его... Как будто он не захотел креветку. Просто вытащить его из кадра это недостаточно. Тем, на мой взгляд, феноменальный режиссер. Он очень внимательно подходит к каждой сцене. И каждая сцена ощущается как отдельное событие. Игра рука, и ты увереннее берешь и игра. т宝инский режиссер. Немец. Здесь где? Волоса. Володюх держать. На волосах кто-на задрух. Да-да-да. Ау-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот здесь робот не катается голодой. Пойдем на руку? Давай, да. Атмосфера на площадке можно описать как усердная попытка красиво пробежать по минному полю. Как мне кажется, когда ты видишь, что проект получился, когда ты видишь, что проект повлиял и помог большому количеству людей выйти из абьюзивных отношений, не зайти в абьюзивные отношения или осознать, что ты, например, манипулируешь, все эти сложности, безусловно, забываются. Я думаю, что многие люди, женщины и мужчины, узнают себя. В манипулятивных отношениях существует, например, спектр фраз и спектр приемов, даже самых элементарных, которые принимает любой манипулятор. Я теперь, когда встречаю человека абьюзивного, манипулятивного, и он что-то мне говорит, я такая, о, а вот это так называется, о, это вот этот приемчик, отлично, человек-манипулятор, хорошо, значит, понятно, как с ним дальше взаимодействовать. Но я все-таки за честность, и сколько я бы не смотрел фильмов, сколько бы не смотрел, не читал пьес, романов и так далее, все конфликты реально можно объединить в одно. Люди не говорят вовремя о своих чувствах. Просто банальная штука. Потому что боятся быть слабыми, боятся показать свою несостоятельность, еще какие-то комплексы там и так далее. Это, конечно, очень сложно. Прости за то, что я с тобой сделал. Я люблю тебя. Я знаю, 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 знаю. Я думаю, надо разговаривать с человеком, просто разговаривать. Вот прям, что сейчас происходит? Манипулируешь? Что сейчас происходит? Ты в какую сторону хочешь двинуть наши разговоры, наши отношения? Жить жизнь – это жить наши чувства, которые мы испытываем друг друга как люди. Важно быть искренними в них. Отречься целиком и полностью от материального и ценить именно то, что есть человеческое между нами. И человек рано или поздно должен остановиться, посмотреть на себя со стороны, понять, что ему нужно, понять, что ему не нужны дорогие машины, не нужны дорогие квартиры. И вообще, в принципе, человеку не много нужно, кроме искренности, взаимоотношений, любви и дружбы, в конце концов. Любовь – это вообще очень большой щит, который лично меня защищает от всего, от всего деструктивного, чего хотелось бы защититься. Любовь – это сила, которая действительно дает возможность выйти из этого круга, посмотреть на ситуацию с принятием. Как только люди переходят на уровень общения взрослых людей с полной ответственностью, то есть каждый понимает, что следующий шаг – это шаг навстречу или шаг в сторону. И вот в этой вот ситуации, как только все начинают выступать на взрослой стороне и по-взрослому разговаривать, любой абьюз начинает разбиваться просто как демон, которого назвали по именям. Если мы в массе поймем, что такое здоровые отношения, что такое в дружбе, в отношениях с детьми, в работе, в отношениях партнерских, в любовных отношениях, если мы выздоровеем массово, то, возможно, этот мир, действительно мир спасет любовь. Надеюсь, что через сериал «Жить жизнь», через то, что мы делаем, мы сможем передать зрителю вообще какие-то ответы на вопросы, возможно, которые волнуют их. Боюсь, у меня до… …вопросов. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо.